Знаете, что, наверное, никто не знает и никто не может за вас рассказать? Это вот итальянский период ваш. Как вы очутились вообще в Италии? То, что вы говорили, что вас пригласили первые же иезуиты? Да, римский ли, ватиканский период, да. Ватиканский. Это было связано с тем, что у меня был такой некий кризис в российском витеранстве, потому что, когда приехали западные миссионеры, из, как сказать, Западной Германии, еще приехали средствами, деньгами, так сказать. Это был уже 1994 год. Ну, и я решил себя пошлифовать в теологии, поскольку в Риге я закончил только до Латвийского государственного университета, факультета иностранных языков. Вот, изучал несколько языков, в том числе и латынь, и греческий, но в основном язык был немецкий. Закончили Рижский университет в 1984 году, кажется, уже при Андропове, ну, еще была Советская Латвия. Ну, и потом, да, в 1986 году поступил в теологический семинар Лютеранской церкви Латвии. Ну, и поскольку у меня уже было высшее гуманитарное образование, то вот появилась такая возможность многие предметы сдавать экстерном. вот, и уже к 90-му году, то есть в 90-м году я почти все приметы сдал, вот, и параллельно с 1986 года я начал служить у отца Калнынча, епископа Калнынча Харалда до немецкой евангелической и лютеранской церкви в СССР. Вот такой феномен был. Это было связано с тем, что, начиная с Ивана Грозного, даже раньше, особенно во времена Екатерины Великой, потом Александра Второго, многие-многие немцы, да, приезжали из своей родины, да, из конной родины в Россию, в Российскую империю. Некоторые из-за соображений экономических, социальных, но часть приезжали также из-за преследований, из-за религиозных преследований. Да, католики приезжали из тех землей, где победила реформация в своем время, в XVI веке, потому что Германия, как мы знаем, была раздроблена, феодально раздроблена, буквально до эпохи Бисмарка, да, до середины, скажем, XIX века. Вот. И вот служение у отца епископа Харалда Калныча, да, епископа немецких евангелической и лютеранской общины в СССР, это, конечно, была такая у меня также особая практика, особое переживание. Он был представителем такого немецкого прибалтийского пиетизма, Царство им небесное, вошел в вечность в 97-м году. Ну и его посвятили епископы в 88-м году, тот же самый архиепископ Эрик Местерс, в 88-м году, который меня посвятил епископы уже в 91-м году на Западной Пасхе, это 31-го марта, вот, в Ленинграде еще тогда назывался, наш город Ленинград, да, в Санкт-Петербург, да, потом получил во время правления губернатора Собчака, получил уже свое исконное обратно историческое имя. Вот, ну и в 87-м году вдруг приезжает Андрей Андреевич Биттнер, то есть это немецкая его фамилия, из Ленинграда приезжает в Ригу, да, лет 87-й год, и спрашивает епископа Калнынча, можете ли вы посвятить кого-то из пасторов, который владеет немецким и может проповедовать на немецком. Вот, но я тогда еще не был пастором, он был просто проповедником, вот, и меня орденировали пасторы, это было только в марте 89-м году. Но с другой стороны, поскольку в Литеранстве имеется так называемое общее священство, то мне вот присвоить такую привилегию, проповедовать, да, в Ленинграде, в Петербурге. Вот, и первое наше служение состоялось, историческое служение состоялось в царском селе, то есть в городе Пушкине, под Ленинградом. Это было 25 декабря 88-го года, то есть западное Рождество. Ну, вот так вот, вот, и я начал познакомиться с Россией, говорил тогда с большим акцентом по-русски. Как ты? Да, да, да. Вот, с большим акцентом, вот, кое-что не понимал по-русски, но поскольку я по первому образованию филолог, я довольно скоро уже начал обрусеть постепенно, так сказать, вот. Ну, и потом уже где-то в 89-м году приехал из Германии, из Гамбурга некий пастор Лотихиус, фамилия Лотихиус, и, конечно, он как бы взял эту инициативу, как сказать, от меня, вот, как он, я же литовец, все-таки, как сказать, по-порисски, а он немец, при том он из Западной Германии с какими-то возможностями другими, как сказать, более важными, чем я, и так далее. И дело было такое, что, да, пастор Лотихиус начал проповедовать в 90-м году в Пушкине, в городе Пушкин, да, а я с пасторой приехал уже, въехал уже в 90-м году, в декабре, в, да, фиркуль, в храм Святой Екатерины на Васильевском острове. Да, Васильевский остров, Большой проспект, дом один. Или, точнее говоря, по географии, как сказать, на стыке Большого проспекта и первой линии. Мы знаем, что Васильевский остров еще при Петре, он был распределен такими линиями, улицами, но их называли линиями. Они так и остались. Ну, вот. И тогда уже, да, уже еще в Царском стиле, еще в 89-м году, кроме российских немцев, появились латыши местные. Потому что в Ленинграде многие были студентами, обучались в вузах в советские времена. Многие здесь оставались, женились или выходили замуж. И была довольно большая так латвичская группа, я бы сказал, около 200 людей. Также ходили на мои службы, служения, литургию, как в Царском стиле, так уже вот в Святую Екатерину. И тогда мы пригласили архиепископа Эрика Местерса. Это уже было декабрь 90-й год, чтобы он провел, как сказать, как старший по званию и по сану провел литургию в Святой Екатерине. Ну и поскольку архиеписк Местерс меня хорошо уже знал, потому что я был у него студентом в семинаре, в биологическом семинаре в Риге. Вот, сказал, уже было, кажется, январь уже 91-й год, сказал, что Дух Святой ему так подсказал, что меня надо повысить служение. В связи с образованием, знанием языков и так далее. Ну, вот так и получилось. Ну, еще такой момент был, что, как отец Местерс говорил, что Евангелие, ведь оно адресо не только немцам, да, будь то они советские немцы или западные немцы, но адресо они и латышам, и эстонцам, и финнам, естественно, и всем народам. Вот так что, то есть, при моей ординации в епископы 31 марта 91-го года появилась вот такая идея надэтнического литеранства. Та идея, которую потом взял господин Пудов, бывший советский чиновник, при совете министра, при уполномоченном по делам религии, и потом вот эта Аугсбургская церковь, которая была зарегистрирована в каком году? В 2006-м или 2008-м. Она вот взяла эту идею без моего благословения, без моего согласия и так далее. Вот так это было. Вот. Ну и, конечно, были вот эти трения, объективно говоря, между немецкой церковью, да, которую, де-факто, же, отец Калныч не проводил, потому что 1911-го года рождения. Ну вот и почитайте, сколько ему было, сколько ему было, скажем... В 1991-м оси святом было. Да, да. Вот. И получилось так, что приехал доктор теологии Герр Крэчмэн из Германии. Он был делегирован, так сказать, лютеранской федерации, Всемирной лютеранской федерации, как бы инспектор, в пользу возрождения лютеранства России. Ну, естественно, в основном немецкого происхождения. Вот. И у нас были такие встречи довольно напряженные той же самой Святой Екатерине. Это уже было до уже был 95-й, 97-й годы. И немецкая церковь начали практиковать ракоположение или ординацию женщин. В Германии? Не только в Германии, И до сих пор служат немало женщин сейчас в немецкой церкви, в русской немецкой церкви. церкви. Вот это было как бы одно из таких водоразделов, что я почувствовал себя, ну, при этом немецкая церковь казала мне шлифоваться, получить мне высшее образование в Германии, скажем, богословское, скажем, не дали, не разрешили. Да, при евангелической церкви, Германии. Мне тоже такого не было, но было предложение доктора Кречмана, чтобы я уехал служить как пастор в Ульяновск, бывший Сембинск, там то есть как бы, но я вот этого отказался, кто вы. И вот с этого момента и начинается история или период римский, так сказать, римский, ватиканский или итальянский. Я написал письмо до декану теологического факультета папского университета Григориана. Это было еще 93-й год, и в марте я в конце марта как раз первый раз увидел Вечный Град. Летел с Питера Вечный Град, и помню, что мне дали такую привилегию, что центральный авир, который находился вот на тогда это улица Салтиково-Щедерина, сейчас Кирочная улица, опять историческое название получили, и там мне в течение часа дали паспорт. заграничный паспорт, какой заграничный там еще герб Советского Союза было, то есть все форма, то есть все красный такой, с красными обложками и страницами. Вот, и так я увидел Вечный Град, Рим, ну и декан этого факультета богословского Папского университета Григориана, Джаред Викс американского происхождения, езуит, мы знаем, что вот в Бабском университете Григориана там езуиты в основном обучая, он был очень открытым человеком, христианином, поскольку он в свое время интересовался очень литеранством, и в 60-е годы в Германии в университете Майнце изучал этот феномен, представьте себе, вот, и он лично в марте 1993-го года лично меня встретил в аэропорту, такая честь была, стоял там целый час, ждал меня, и вот, и потом он повторял эту фразу «Суо фамозо воло до Санкт-Петербурга арома» в итальянском, ваш известный славный полет из Санкт-Петербурга в Рим в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге ну вот, а так я интенсивно начал заниматься осенью в Рим осенью 1994-го года в октябре, да, да, но не сразу, через год там была какая-то итальянская бюрократия, визу там надо было получать, там всякие гарантии финансовые надо было оформить и так далее, ну, деталях не буду рассказывать, вот, и вот в течение двух лет, 95-й, 94-95-й, то есть академические годы, и 95-й, и 96-й, и 96-м я получил вот лицензиат, ну, это как бы кандидат наук, как бы вот у нас лицензиат, вот, университета Григорияна, ну, там была такая общая тема, общая тема, о, 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 так сказать, о, экклезия доцензии, экклезия ауденц, о, о, обучающей церкви, и о, слушающей, церкви, но обучающей церкви, которая обучает, особенно католичество или православие, это ведь иерархия, это доктора богословия и так далее, нашлушая церковь, это как бы лайи, лайи, миряне, так называемые, да, хотя Второй Ватиканский собор ведь принял, как вы знаете, также определение вот так называемым апостулати мирян, вот, то, что каждый, каждый призывается свидетельство о Христе, вот, иногда получая, что это так называемый мирянин, он иногда лучше даже проповедует, лучше выступает, чем, чем тот, который представляет иерархию, ну вот, и тогда уже 90-го, в 26-м году, значит, получил этот диплом лицензиатором, вернулся я в Питер, опять я, значит, вошел в свой родной храм, кирху святой Екатерины Новосельского, поскольку меня там руковополагали, и там первые службы я после Пушкина, город Пушкина, царского села, совершал далее, вот, и, ну, окончательно вот так, как, дискуссия, которая разрезалась, это было уже даже не дискуссия, это 97-й год, ноябрь еще, ноябрь, да, такой мрачная такая погода, темновато уже на улицах, дело в том, что местные латыши петербургские меня попросили на их родном языке так провести литургию, это было связано с 18-м ноябрем, это вот день независимой Латвии, Латвия получила независимость 1918 года, 18 ноября, ну, благодаря тому, что в Петербурге совершилась революция в России, то есть там были объективные также причины и так далее, вот, ну, я прихожу, как сказать, вот в облачении и так далее, и тут прихожане приходят, и друг, не зная, надо ли это вам оставить в записи, нет, это вырешить, друг, значит, органист, органист варшавский, Григорий варшавский, вот, ну, может, не надо так говорить, он, в свое время я его, как органист, принимал в этом соборе Екатеринка, сказать, на работу, на служение, начал, он начал играть громко на органе, чтобы меня прихожане не слушать, а другие ребята начали гасить свечи там и, и это освещение, ну, вот, вот он, значит, вызвали наряд милиции, а для чего это? милиции наряд с автоматами, там три милиционера были с автоматами, и вот, жалоба на меня со стороны друзей Кречмира, что вот, я тут незаконно там проповедую, выступаю, и там была некая Инна Юльевна, да, Инна Юльевна, активистка, активист латышского прихода, она вдруг, эта милиционера показывает фотографии, где с папой римской, потом они посмотрели, эти милиционеры на меня, как-то сказать, слушайте, это ваше внутреннее дело, я вижу, что вы-то порядочные люди, вот я говорю, а измирайтесь сами, вот, ну, вот так, может, не надо было об этом рассказывать, ну, почему нет, ну, и получилось, что так, что я получил, да, так же, в том же ноябре, уже по факсу получилось из Рима так же приглашение на докторантуру по факсу, и очень было, конечно, неожиданно, что эту докторантуру отчасти оплачивала папская казна в лице, в лице заместителя папы по благотворительности папы римского тогда, то есть это Ивана Павла II, мансиньора, архиепископа Оскара Ридзата, Оскара Ридзата, но кроме этой личности я очень благодарен так же мансиньору Ремиджему заранее он так же вспоминает в моих книгах уже так же в вечности вот и он дал мне возможность жить с другими студентами в общежитии, но мне он дал так же, как уже по сану старшим отдельную комнату, обычно там проживали в этом центре Ивана XXIII, в центре Джованни XXIII, который мансиньор Ремиджему заранее основал в 60-е годы. Его идея была дать возможность учиться, то есть проживать, дать возможность проживания тем студентам, которые из более таких бедных стран приезжали в Рим на учебу, а это что, Латинская Америка, Африка, да, вы знаете, я там не видел ни одного англичанина в этом центре Ивана XXIII, за сколько там лет я не видел, не видел и никого не из скандинавских стран, но одного немца видел, как-то я был удивлен. Сколько лет занял учебу на докторантуре? Да, ну, докторантура, да, буквально 97-й, 98-й, 99-й, три года, но очень интенсивно, очень интенсивно было. И за эти три года вы писали, как раз, да, 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 сперва кафедра, да, так сказать, утвердила мою тему и так далее, а тема была такая непростая, Экклезия Круци, апостолы Павлы, герменеутика унитатис, луна, перспектива, ставрологика, то есть церковь креста, апостола Павла, герменеутика, единство, перспектива ставрологическая, ставрологическая, вот, ну и еще надо обязательно сказать о том, что ведь где я писал докторантуру, защитился и так далее, это ведь уже не папский инвестиций Григорияна, где преподавали в основном язык, а это доминиканцы, университет называется и сегодня Ангеликум, Ангеликум, Ангельский университет, почему Ангельский университет, потому что ну в историю Фома Аквинский, он как будучи доминиканцем также, он тот, который один из основных как бы после Блаженного Агустина в католичестве, да, в Западнице один из основных, пиластра, так сказать, богословской, философской мысли, он вошел в историю как доктор Ангеликус, как доктор Ангельский, вот, ну вот, то есть университет Ангеликум и до сих пор вот имеет, несет вот это имя Фома Аквинского, вот, ну защита защита была вот так интересна, как говорят, три часа на латыни, на, 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 на итальянском, на немецком, вот, и вот мансиньор Идзата, вот, Оскар Идзата, вот, заместитель Папа Римского, он также там присутствовал во время этой защиты, ну и представьте, как я, так сказать, вот, вроде лютеранин, но я им говорю, я вообще, вот, перекрестианин, они лютеранин, я говорю, а вот мой руководитель, моя работа, моя диссертация, царствуем также небес, небес, я немец, да, Амброзий Эссер, Амброзий Эссер, вот, который был, главным референтом при конгрегации, при римской конгрегации в Ватикане по вопросам канонизации, по вопросам канонизации, по вопросам святых. Он сказал, битэ, кэр бешёв, битэ, немец, да, это таблетки, вот это валидол, вот это, пожалуйста, господин епископ, может, вы примите какой-то валидол, какую-то таблетку при защите, чтобы не упасть перед нашей аудиторией. А я сказал, что я довольна, я ему отвечаю, что я довольна, имею закалку, я говорю, что из советской времени, когда меня немного преследовали за веру, да, начиная еще с восьмилетней школой, да, вот, правда, слава богу, что я за веру в лагерях, в лагерях не сидел. Вот, ну, вот так получилось, что 27 января двухтысячного года, после встречи, исторической встречи, вот, уже с началом, сопровождением второго христианского тысячелетия в Вечном Граде и встречи уже нового, третьего, да, христианского тысячелетия, я стал доктором Святой Теологии Града Рима, как и написано на латинском написано до сих пор Кранева в этом докторском дипломе, вот на докторе. Вот такая краткая история.